Савелий Краморов. Советский и американский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Савелий Викторович Краморов родился 13 октября 1934 года в Москве, в семье адвоката. В 1930-х годах его отца арестовали как врага народа, и он скончался в лагерях, а вскоре умерла и мать Савелия. Он воспитывался дядей. Краморов мечтал стать юристом, но в соответствующие институты детей врагов народа не брали, и после окончания школы он поступил в лесотехнический институт. Актерская жизнь началась для Савелия в 1954 году в театральной студии «Прицедри», в которую он поступил, еще учась в институте, а вскоре он случайно познакомился со студентами в ГИКО, которые пригласили его в свой фильм «Ребята с нашего двора» 1959. Тогда Савелий решил бросить работу по специальности и всерьез посвятить себя кино. Первой его успешной работой стала роль в картине «Друг мой, Колька». 1961, которую позднее он назовет одной из лучших своих работ. Но ошеломляющий успех актеру принес фильм «Неуловимые мстители» 1966. А фразы его героя «А вдоль дороги мертвые с косами стоят». И тишина. Стала крылатой. Предложения посыпались одно за другим. Многие известные режиссеры стали приглашать его в свои картины. В 1960-е годы выходило по несколько фильмов в год с его участием, «Приключения кроша», «Без страха и упрека», «Сказка о потерянном времени», «Город мастеров» и многие другие. Нередко роли писались специально под Крамарова. Он стал одним из самых популярных комедийных актеров страны, снявшись в таких фильмах, как «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Мимино». Несмотря на популярность, над актером начали сгущаться тучи. Для чиновников он стал человеком с сомнительными связями, поскольку дядя Савелий эмигрировал в Израиль. Кроме того, Крамаров занимался йогой, стал религиозным человеком, посещал синагогу. Его снимали все реже, требовали покончить с религией и даже обвинили в оглуплении образа советского человека из-за комедийных ролей. Актер решил эмигрировать, но выпускать его из страны не хотели, ведь тогда все картины с участием Крамарова более 40 кинолент должны были положить на полку. Тогда, в 1981 году, он написал письмо президенту США Рейгану, где жаловался на свою судьбу и просил обрести в великой стране возможность работать по специальности. Вскоре Крамаров покинул СССР и переехал в США. В Лос-Анджелесе он снимался сначала в рекламе и телешоу, затем появились небольшие роли в кино «Москва на гудзоне», «2010», «Красная жара» и другие. Тем временем в СССР фильмы с его участием продолжали идти, иначе пришлось бы изъять значительную часть советских комедий, но из титров фамилию Крамарова вырезали. На родину актер смог приехать только в 1992 году, в качестве почетного гостя на кинофестиваль «Кинотавр», а потом начались съемки. Режиссер М. Кокшенов дал ему главную роль в комедии «Русский бизнес», «Ге». Данелия, сразу три эпизода в «Насте». Второй раз в Россию он приезжал в 1994 году. Дела Крамарова шли неплохо, он получил главную роль в новом американском фильме, но сыграть ее актеру было не суждено. У Савелия обнаружили рак и весной 1995 года должны были сделать операцию. Однако произошло осложнение, и последние месяцы своей жизни, перенеся два инсульта, Крамаров лежал в госпитале слепой, немой и парализованный. До последнего дня Наташа, его жена, читала тысячи посланий любимому артисту с родины. Скончался Савелий Викторович Крамаров 6 июня 1995 года в клинике Сан-Франциско, был похоронен на еврейском мемориальном кладбище неподалеку от Сан-Франциско.